Полицию указали путь в экономику Полицию указали путь в экономику Владимир Путин объяснил, как МВД должно работать с бизнесом 4. Газета «Коммерсант» номер 37 от 1 марта 2019 года, СТР 3. Министерство внутренних дел, МВД, удалось в прошлом году сохранить контроль над криминогенной обстановкой в стране, снизить количество преступлений и обеспечить общественный порядок при проведении таких важных мероприятий, как Чемпионат мира по футболу и выборы президента При этом раскрываемость преступлений в органах внутренних дел по-прежнему остается невысокой Об этом говорилось на расширенной коллегии Министерства внутренних дел, подводившей итоги работы за год Особое внимание было обращено на недопустимость давления правоохранителей на бизнес Во всяком случае, президент Владимир Путин, который принял участие в работе коллегии, посчитал необходимым высказаться на эту тему дважды Среди положительных тенденций 2018 года прежде всего хочу отметить сокращение общего количества преступлений, включая тяжкие, укрепление общественного правопорядка, сказал на итоговой годовой коллегии МВД Владимир Путин Кстати, социологические опросы тоже показывают, что в последние годы растет доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении их проблем Глава государства отметил, что полиции удалось не только удержать под контролем криминогенную обстановку в стране, но и обеспечить порядок на масштабных мероприятиях прошлого года Разумеется, не грех вспомнить о чемпионате мира по футболу Высокий уровень безопасности стал его визитной карточкой, получил заслуженную оценку и многочисленных болельщиков, и ваших зарубежных коллег, сказал господин Путин При этом президент в очередной раз отметил невысокую раскрываемость преступлений полицейским следствием Говорю об этом в последние годы постоянно, регулярно, практически на каждой коллегии МВД Однако положение дел меняется здесь медленно, указал господин Путин И в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым Приоритетными задачами на ближайшее будущее для МВД Глава государства назвал развитие системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних Борьбу с преступлениями против малолетних Пресечения экстремизма, коррупции и распространения наркотиков Отдельно президент остановился на проблемах во взаимоотношениях силовиков и бизнеса Знаю, что у каждого, что называется, своя правда, она есть и у правоохранительной сферы И подчас эта позиция не лишена здравого смысла, мягко говоря Поэтому нужна совместная созидательная работа, для того чтобы улучшать деловой климат в стране Это чрезвычайно важно для развития экономики, подчеркнул Владимир Путин МВД, как и другие правоохранительные органы, обязаны оперативно подготовить регламенты работы с обращениями предпринимателей Какие задачи Владимир Путин поставил перед МВД в прошлом году? В свою очередь, глава МВД и генерал полиции РФ Владимир Колокольцев отметил, что его ведомство по-прежнему уделяет особое внимание обеспечению безопасности граждан на улицах и в других общественных местах Количество зарегистрированных здесь преступлений в прошлом году сократилось почти на 5%, тяжких и особо тяжких преступлений на 3%, отметил министр Министр обороны России Сергей Шойгу, слева, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России и главнокомандующий войсками Национальной гвардии России Виктор Золотов, второй слева, и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, справа Фото, Дмитрий Азаров, коммерсант По словам господина Колокольцева, руководство министерства по-прежнему уделяет особое внимание частоте полицейских рядов За последние 7 лет в 14 раз возросло число поступивших от сотрудников уведомлений о фактах обращений к ним с предложениями коррупционного характера, отметил генерал Повысилась результативность проверок достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых личным составом Господин Колокольцев также отметил, что особого внимания требуют преступления, совершенные посредством компьютерных и телекоммуникационных технологий При почти двукратном росте их регистрации раскрывается только каждое четвертое преступление, сообщил господин Колокольцев Президент России Владимир Путин Фото, Дмитрий Азаров, коммерсант После доклада министра слово вновь взял президент И опять Владимир Путин заговорил о проблемах во взаимоотношениях силовиков и бизнеса Вы видите, в каких условиях мы живем и развиваемся, сказал он И ответом на все внешние ограничения может быть только один эффективный Создать максимально благоприятные условия для развития экономики Это не ведомственная задача, она общенациональная, государственная На сотрудниках правоохранительных органов особая ответственность, потому что именно они обличены особым доверием со стороны государства Такой ответственности на бизнесе нет, а у вас есть, вот об этом никогда не нужно забывать Александр Игорев Продолжение следует...